Вы знаете, я так понимаю, что в этом году это последняя проповедь в этом сезоне, потому что молодежно уже больше не будет, да? Потом, после лета. Я почему-то так вспомнил, причем потому что в начале этого сезона, наверное, это не год, сезон, такой учебный год, я даже не знаю, как это называть, но после прошлых каникул. Я говорил первую проповедь на тему, наверняка никто не помнит. Но я понимаю, я сам, наверное, вряд ли. Я поэтому записываю, я вам уже об этом говорил. Перестал надеяться на память. Я говорил о целях. Вот начался сезон, начался год, какие цели мы ставим пред собой, пред Богом. И об этих целях я хотел с вами поговорить и в конце года. Почему? Потому что вижу, что если мы рассуждаем об этом, то мы, по крайней мере, даем себе оценку в своей жизни. А как ты прожил этот год? А к чему ты приблизился? Если ты не ставил никаких целей, то тебе, в принципе, легко и совесть тебя твоя не осуждает. А я ни к чему не стремился, я ничего не достиг. Все нормально. Нормально ли это? Друзья, я хотел бы с вами читать за апостола Павла, его переживания и его наставления нам. Он тогда писал в Филиппийской церкви, но я верю, что и нам это сегодня полезно. Я буду третью главу читать. Много буду читать Слово Божье. Пусть оно даст нам питание. Для нашего духа. С первого стиха. Третья глава, с первого стиха. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь все, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезания мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениамину, евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитаю счетою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. Чтобы познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смертью Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего, звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Аминь». Пока до этого места. «Почти уверен, что...» Если вы не высвечивали здесь текст, нет? Неважно, это не суть. «Почти уверен, что 95% прочитанного текста сейчас пролетело мимо ушей. Почти уверен». Друзья, но это Слово Божие. Текст непростой. Я осознанно его взял. Весь этот год, как вы слышали, кто был, я старался, ну, я молился у Бога, просил темы. Бог давал мне о мужах Божьих. Вы видели, мы рассматривали их. Видели много уроков там, очень интересных уроков, прообразов, ситуаций, отношений и так далее. Вы знаете, к концу года я решил все-таки вернуться к той твердой пище, с которой я начал год. Почему? Потому что мы не можем всегда есть такую пищу, которая как в прообразах. Вы знаете, как вот мультики дети смотрят. У меня уже реже смотрят, но бывало. И я сам смотрел. В картинках, в прообразах ты смотришь, тебе интересно, захватывающе. Особенно, если правильно его сделали, то, кто его делал, то интересно. Проблема в этих мультиках, друзья, в том, что они мало назидают. Это факт. Они дают зацепочку. Они дают вот этот вот крючочек, на который ты можешь подсесть, когда ты посмотрел эту историю. Для чего? Для того, чтобы когда ты будешь подрастать и научишься читать, чтобы ты перешел к серьезной пище. Вот вы знаете, я подумал, весь год я просил Бога, Господь давал мне этих мужей Божьих с нами вместе рассуждать. Я подумал, что мы должны прийти к тому, а что он серьезно, на самом деле, мы за этот год выросли хоть немножко. Для того, чтобы вкусить такую пищу, которая действительно для нас будет жестковатая, ну, надо несколько раз перечитать. Кто-то из нас, наверное, здесь уже и по-русски между собой не разговаривает. Правда, друзья? Ну, я понимаю, я что же в этой стране давно живу. Но читайте финскую Библию. Кто из вас следит за финским текстом? Там почти то же самое написано. Я хочу сегодня говорить строгое слово, но с любовью. Почему? Потому что я вас люблю. Я вам каждый раз признаюсь в этом. Я хочу, чтобы из вас выросли такие сильные служители Божьи. И вот тот ряд братьев, это же целое поколение. Друзья, если мы не будем читать Слово Божие, у нас ничего не получится. Мы должны для себя поставить некоторые цели. Сегодня буду рассуждать с вами над этой сложной, тяжелой темой, но я верю, что она сегодня, может быть, если ты и не до конца поймешь, о чем я буду говорить, ты, во крайней мере, поймешь, что стоит вникать и стоит читать. Почему? Сегодня цель моя, или проповедь была бы моя, если бы я называл их, я их никогда не называю, стремлюсь к цели. Это одна из фраз 14 стиха, где говорит апостол Павел. Стремлюсь к цели. Какие цели у тебя в жизни? Мы понимаем, что даже здесь, сидя в этом зале, у нас разброс возраста примерно 15 лет. Я так навскидку думаю. Я, наверное, старший. А, нет, Саша, что-то еще. А мы с тобой одногодки, вообще-то, на самом деле. Но есть. Мы по-разному воспринимаем жизнь. И это нормально. Одно дело тебе 15 лет, другое дело тебе 36. Есть разброс, 20 лет. Но вы знаете, Библия, она настолько интересна. Это Слово Божие. Оно должно тебе говорить сегодня так, по твоему возрасту. Цель. Какие цели ты ставишь? Вот если для тебя цель в 15 лет, просто прийти на молодежное, это уже хорошая цель. Если ты в начале года ставил для себя цель, я хочу побольше быть в собрании, буду хотя бы на молодежке приходить. И ты сегодня здесь, я рад за тебя. Ты поставил цель, и ты реализовал. Слава Господу за это. Надо брать вес по своим силам. Но здесь сидят люди, которые уже и постарше, друзья. Очевидно, что наши цели не должны быть такими же, как у 15-летнего подростка. Вы согласны? Однако же, мы иногда берем цели 15-летнего подростка и говорим, ну, достигаю, мне на молодежку пойти, так это не вопрос. Я возьму себя, свяжу с служением, и я буду здесь. Это лукавство пред Богом. Мы должны адекватно оценивать свой возраст и свою ответственность пред Богом. Апостол Павел здесь говорит основную мысль, которую я хочу передать вам сегодня. Сам это переживаю, и сам сегодня с вами делюсь этим. Он, достигнув определенного возраста в Господе, говорит о тех вещах. Первое. Обоснование его веры. Первая часть этого текста, вот буквально с 1 по 6 стих, даже с 7, вот здесь переходит мысль. Он говорит о том, чтобы для того, чтобы быть верующим, ему в принципе ничего не надо было менять в своей жизни. Он был евреем от евреев, из колена Вениаминова по учению фарисей. Что это говорит нам сегодня? Ты, который уже вступил в завет с Господом, это может быть очень серьезной опасностью для твоего духовного роста, если ты говоришь, мама с папой мне говорили ходить в церковь, я хожу. Мама с папой хотели, чтобы я вступил в завет с Богом, принял водное крещение, и это сделал. Что вы хотите от меня еще? Апостол Павел говорит про свою жизнь. Он говорит, я все сделал, что мне нужно было, и это было моим основанием, моей веры. Более того, он говорит, что я был ревнитель. Он был не просто, знаешь, такой приходящий на собрание, посидел побыстрее на часы, посмотрел и домой. Нет, он был другим. Но все равно он говорит про себя, то, что для меня было важным, и я в это верил и понимал. Он говорит, я почел это все, считай. Читая это русское слово, это не значит, он отказался от этого. Это значит, что он поставил это ниже в этой шкале ценностей. Ну попробуйте меня понять, кто и русский не совсем уже понимает. Может быть, задайте потом вопрос. Я хочу сказать о том, что то, что ты приходишь на собрание и присутствуешь здесь, это очень хорошо, но этого мало. Если ты будешь основывать свою веру только на том, что я пришел сюда, и будьте все довольны, и даже Господь, тебе этого не хватит. Ты подрастешь, будешь становиться взрослее, и у тебя будет уже испытание взрослого человека, и ты поймешь, тебе этого мало. Апостол Павел пришел в своей жизни в своем духовном возрасте, пришел к такому пониманию, что то, что у меня есть, этого мало. Но ради чего он готов был почитать это все читой только для того, чтобы Бога больше познать? Вот эта теория, сухая и жесткая. Я примерно представляю, что в ваших головах сейчас происходит. Очень тяжело это переварить. Что это такое? Но это Слово Божие, это реальная жизнь апостола Павла. Я хочу, чтобы ты сегодня на своем уровне понял, о чем говорит он. Он говорит, что ты, когда вступил следовании на пути за Господом, ты должен своим примером, те, которые постарше, показать, что того, что ты застил в Боге, мало, и всегда будет мало. То, что было вчера, он говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед, к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Знаете, как это интересно происходит? Мне кажется, как это интересно. Я стал замечать это очень серьезно. Вот идут дети, растут. Я вам уже про своих обычно здесь свидетельствую. Вижу, как растут, как удивительно растут. Иногда послушаешь, с Анютой разговариваю по телефону, и слышу голос своей дочери, и поверить не могу, что это мой ребенок, слушайте. Тембр меняется, голос и сейчас. Я думаю, Господи, слава Тебе, это дети растут. Я о чем хочу сказать? Это то, что происходит незаметно. Так же, как и твой духовный рост. Но плоды твоего духовного роста будут очевидны всем. Знаете, такая есть очень крылатая фраза в христианстве? Господь не смотрит на внешность, а смотрит куда? Откуда это вы заявили? Такое чувство, что вот он нас вообще не видит, только на сердечко твое смотрит. Не надо лукавить. Мы знаем, когда мы эту фразу говорим. Правда? Кто постарше? Ну, мы знаем. Мы знаем, когда мы это обращаем. Мы не знаем даже, на что мы ссылаемся. Нету такого утверждения в Библии. Вся сущность, во всей полноте, дух, душа и тело, они должны быть во всей полноте, святы пред Господом. Не надо вот этого говорить. Почему я это вспомнил и вам напоминаю. Это те основы, на которые мы иногда хотим опираться, когда мы хотим оправдать свое бездействие духовное, свое торможение в духовном росте. Мы так часто и говорим. Мы у кого-то услышали и выдаем. Неосновательно. Я уверен, что Господь смотрит не только на твое сердце и на твою внешность. Потому что, если хочешь быть светом и солью быть, ты должен во всей полноте таким быть. Я это к себе говорю и делюсь этим с вами. На все Господь смотрит. И вот в этом духовном росте Он будет потихонечку нас проверять. Он предлагает через вот этот текст апостола Павла проверь себя. Вот он говорит, я пришел к тому, что 9 стих, не найтись в нем со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Ну, тяжелее стиха, наверное, не найти. Но это апостол Павел. Вот так вот повернул. А вся мысль, мне кажется, заключается в том, что Он говорит, я понял, что та праведность, которую я понимаю, она пред Богом вообще как ничто. Если сегодня Господь меня взвесит со всеми моими понятиями, Он скажет, а что это такое вообще? Я тебе дал Слово Божие, я тебе дал Церковь, я тебе дал Духа Святого. Что ты с этим совсем сделал? Может быть, сегодня немножко субборное слово, друзья. Я хотел бы, чтобы каждый получил свою порцию Слова Божьего. Вижу в жизни апостола Павла такие вещи, что когда ты хочешь чего-то в Господе достигнуть, ты можешь это сделать двумя способами. Первое. Просто придумать себе цели и к ним идти. И второе. Спросить у Господа цели и их достичь. Очень часто мы, не зная воли Божьей, придумываем себе цели и стремимся к ним. Более того, наблюдая за собой, проверяя себя немножко, очень часто в служении вижу, что так происходит. Если немножко притупляются отношения с Господом, то я ставлю для себя целью в служении достичь чего-то. И очень часто до какого-то уровня доходишь, а потом стена и перейти ее не можешь. Почему? Потому что благодати нет. Ты можешь очень хорошо научиться, мы всегда, я об этом всегда говорю, петь, служить, проповедовать, еще что-нибудь делать. Но когда ты исполняешь волю Божью, ты можешь делать все то же самое, только понимать, что в этом во всем служении твоя цель это Бога познать. кто из вас понимает это, я не знаю. Я чувствую, что я сегодня только начинаю к этому потихонечку приходить. Летом будет 13 лет, как я за Богом следую. И я поэтому и говорю, это пища сложная и жесткая, но нам надо ее разжевывать. Если ты проверяешь свое сердце и понимаешь, Господь, я хочу тебе служить, но только не для того, чтобы служить. Почему так говорю? Как отступление. Меня немножко напрягает то, когда я вижу вообще в служении моменты, когда мы создаем атмосферу. Вы слышали такую фразу, еще одну крылатую? Атмосфера Духа Святого. Да? И я такое слышал. Много лет слышу такое. Не знаю, откуда она. И вы знаете, чем попало с атмосферу создаем эту? Иногда так, что вот глаз лепит, хоть очки одевая солнечные. Я так, к слову, понимаю, что каждый служит так, как понимает. Ну, услышьте меня. Это и сложная пища, но с другой стороны, мне кажется, если мы сердце свое открываем пред Богом, то все становится так легко. И соки желудочные эту пищу так легко переваривают. Наверное, сегодня я хочу об этом с вами говорить. Искренним давайте будем пред Богом. Давайте не будем усложнять то, что и Господь не усложняет. И давайте не будем облегчать то, что Господь не облегчает. На пути жизни нам у христианина всякое разное бывает. И вы это знаете, и в нашей церкви вы это слышите. Здесь не говорят о том, что приди Господу, и все будет хорошо. Да мы так говорим, Господь тебя благословит. Просто как? Это уже вопрос другой. Для того, чтобы ты достиг неба. Не надо создавать атмосферу Духа Святого. Он или есть в твоей жизни, присутствует, или его нет. Библия говорит, что его можно огорчить, его можно угасить и так далее. И тогда хоть ты какую атмосферу создавай. Ты можешь на душевном уровне людей достичь. Мы уже об этом тоже говорили. Я с этого места не раз говорил. Ты можешь сделать манипуляции просто всякие разные. И говоришь, что это атмосфера Духа Святого. Неправда. Давайте не будем обманываться. Реальный духовный рост в твоей моей жизни. Апостол Павел говорит, я просмотрел свою жизнь. Я берусь сегодня толковать этот текст для себя на своем уровне. Апостол Павел просмотрел свою жизнь, проанализировал жизнь до встречи со Христом, помните, на пути в Дамаск. Вот то первое основание, первые шесть стихов. И я думаю, что жизнь сегодняшнего служителя Божьего он тоже пересмотрел и он увидел, я думаю, как искренний человек Божий, Господь, а ведь все, что я сегодня имею по милости Твоей в своей жизни, это же все счета. Потому что всегда есть еще что-то большее в Тебе. Но туда требуется такие элементарные понятия. Ну как элементарные? Он об этом говорит в послании к римлянам несколько глав. И ты читаешь, у тебя голова кипит. Как это? Плотит дух, плотит дух. Умираешь, воскресаешь, умираешь, воскресаешь. Что это такое вообще? Ну а в своей жизни мы что, не видим этого? Мы же видим. Если искренне открываем свое сердце и читаем Слово Божье, ох, как начинает оно там что-то делать. Моя сегодня цель сказать и тому, который сегодня еще на пути к Господу, начни читать Слово Божье. Ты удивишься, как будет интересно тебе, если ты захочешь познать его. Но если ты будешь делать это как привычка, привычки имеют свойство меняться. Привык читать, привык не читать. Все. Я думаю, что мы должны в своей жизни проверить себя на три сферы, в которой растем мы или нет. В течение этого года Бог дал мне эту милость, я благодарю Господа за вас, благодаря этому служению я вникал в жизнь мужей Божьих. Я увидел, что жизнь этих людей, в них было несколько сфер, и я об этом говорил и еще раз повторю. Это первое, очень часто одиночество. В подростковом возрасте, насколько Библия дает понимать их возраст, вот самый тот критичный возраст, когда хочется с парнями побыть и пообщаться, ну не быть одиноким, да. Эти ребята, мужи Божьи, они тоже ребята были. Бог делал так, что один там с пастухами, второй в храме, рос. Я не думаю, что там детский сад был какой-то, что там весело было. Мы уже говорили про Самуила с вами. Первое, что присутствовало в их жизни, одиночество. Но самое интересное, что одиночество от людей не было одиночеством от Бога. Это очень важно подметить. Вот так и в твоей жизни, друзья, подметь, как у тебя проходит. Может быть, у тебя в твоем подростковом, в твоей молодости такой сплошной фан, и ты думаешь, вот это вот, вот это мне нравится. Ну, по крайней мере, мне не скучно. От звонка до звонка. Может быть, это не совсем хорошо. Есть время радости, есть время общения, есть время, когда нам хорошо, мы общаемся, нам действительно хорошо. Но есть время, когда ты должен побыть один. Закрыть себе свои телефоны, я не знаю, что там у тебя есть. и побыть с Богом. Я утверждаю сегодня с этого места, что твой возраст не показатель твоих отношений с Господом, твоей близости, которые Бог может иметь. Знаю множество свидетельств, когда люди с 7, 8, 12, 15 лет имели такую близость с Богом, что Бог давал даже стихи писать, серьезные стихи. Поэтому не говорите, что мне мало лет, я хочу как бы еще побыть молодым. Сегодня поставь для себя цель. Скоро впереди лет, и молодежки прекратятся на какое-то время. И будем ждать молодежного лагеря, лишь бы только не погаснуть, да? Сегодня поставь для себя цель. Есть ли в твоей жизни это одиночество от окружения и близость к Господу? Второе. И через это, кстати, молитвенная твоя жизнь. Потому что, и вы знаете, живем не в лесу, интернет доступен, и сегодня нас могут научить молиться по каким только системам, да, там, четыре шага успеха, семь шагов к небу, там, каких только нету. Друзья, Слово Божие говорит просто, выключи все, закрой за собой дверь, побудь с Богом наедине. Если тебе тяжело сосредоточиться, тебя ребята научат играть на гитаре, купи эту гитару себе, начни славить его, в одиночестве. Я не хочу, чтобы вы были одинокими, поверьте. Я хочу, чтобы в этом одиночестве мы захотели побыть не в одиночестве, а с Господом. Это начало твоей духовной жизни, твоего общения с Господом. Вот это как раз тот этап, когда ты станешь родителем, и вот то, о чем Вероника говорила, когда ты будешь с ребенком, а может быть и ночи, целую ночь, полночи, ты будешь понимать, что здесь тоже никого нет. Я вам сегодня говорю, еще раз свидетельствую, это то драгоценное время, когда Господь говорит, я хочу сейчас с тобой поговорить. И там не надо какие-то молитвы заученные говорить, вы же понимаете. Ты просто понимаешь, Бог забрал сон для того, чтобы ты побыл с Ним. Не теряй время, молись, благословляй дитя. Это начинается уже в том возрасте, вот тогда, когда ты научился быть один. Мы видим, что и Давид был таким, и Самуил, и остальные. У них было это время наедине с Господом. Второе, в чем надо себя проверить и поставить себе какие-то цели. Слово Божье, это основание нашей веры. Я, наверное, часто вижу, что и у самого есть вопросы, знаем ли мы вообще Библию, читаем ли мы вообще Слово Божье. Поставь для себя цель, возьми какую-нибудь схему. Сегодня мы же понимаем этих программ про чтение Библии, ну, тысячи, наверное, я не знаю, но возьми хоть какую-нибудь из них и организуй себя, дисциплинируй и читай. Возьми ты в этот, может быть, новый перевод. Я не знаю, возьми финскую Библию, что для тебя легче. Только не лукавь. Пред Богом не лукавь. Возьми тот текст, который для тебя будет доступен и читай его. Это цель. Потому что, если Слова Божьего не будет, мы будем очень часто как слепые котята. Просто не понимать, а что и как, и почему. Последний вопрос, который недавно, буквально на этой неделе разбирали, ну, с братьями общались. И вот это понятие, да, Бог послал злого духа, от Господа был злой дух на Сауле. Ну, такая фраза, знаете все, на дальнем переводе. Дух лжи вошел в пророков, 400 пророков. Человек задается вопросом, как это от Господа злой дух? Как это вообще возможно? Бог, мы привыкли его, вот я говорю по этим картинкам, может быть, это мультики, или не знаю что. По картинкам мы привыкли, что Бог – это добро, и злой дух, мы никак не можем это соединить. На этой неделе имел общение по этой теме и понял, что все приходит к тому, что мы просто не знаем Слова Божьего. Именно поэтому мы и не понимаем, как это от Бога может быть злой дух. Я говорю это как пример. То есть, недостача, просто, просто недостача основания может ввести нас в очень серьезное преткновение и даже искушение. Говорю это для того, чтобы ты, и твое сердце, и разум твой сохранились. Это очень важно. О Слове Божьем можно много говорить, но вы прекрасно понимаете. Приходишь ты в церковь, и здесь тебе все вот машут вот этой книгой. Говорят, вот оно. И ты, в принципе, понимаешь, да, я рад за тебя, что ты ее читаешь. Мне вообще не интересно. Я начинал три раза читать, и вообще я засыпаю под нее. Поверь, нужно пройти какое-то время, когда ты будешь читать, и может быть засыпать. Ну, делай это. Поставь себе цель и достигни ее. Третье. Это служение. И служение я бы совместил с общением, точнее, с собраниями. Говорю элементарные вещи, которые вам и так известны. Но говорю их для того, чтобы мы сегодня, поставив себе цель, их достигли. Какое у тебя достижение? В чем ты стремишься достигнуть Господи? Служение, посещение собраний и во всем остальном. Это очень важный и непраздный вопрос. И это испытывается именно на практичном уровне. Делаешь ты это или нет? Поставил ты для себя это целью или нет? У меня такое чувство, что мы временами живем такими загруженными, что у нас, знаете, сельское хозяйство и огород, и еще что-то вместе. Так, что мы просто выбраться не можем. Утрирую, но говорю это для того, чтобы ты и я, мы сегодня пересмотрели свое отношение к церкви, к общению, через это к служению. Потому что где еще служить, как не в церкви? Однозначно, здесь. И вот здесь вот ты на самом деле будешь переживать то, что тебе не хватает дома. Первое, твое одиночество от людей, но не одиночество, от Бога. Второе, там же, в этой же молитвенной комнате, найди место Слову Божьему. Тебе это поможет. Поставь это себе как цель. Третье, когда ты в этом во всем прибудешь, ты увидишь, как у тебя появится желание ехать в собрание. Ты откроешь интернет и посмотришь расписание церкви и увидишь, о, слушайте, а собрание же сейчас будет. А я на самом деле сижу, мне вроде как и делать-то нечего. Поеду. Только мысли твои будут такие. Я сегодня утром пережил с Господом такое вот переживание было духовное. Я хочу туда, где народ Божий. Еще четвертый момент, который я хотел бы для нас оставить, это апостол Павел говорит здесь же, только дальше, в этой главе, 16 стихом. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте братьям мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем, и спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его силой, которой он действует и покоряет себе все. Какая мысль здесь прослеживается апостола Павла? Смотрите, что он говорит. Подражайте братьям мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Четвертый момент, который хотел бы сегодня оставить нам. На кого ты смотришь, чтобы твои цели ты мог достигнуть? И это тоже непростой вопрос, потому что мы помещены в церкви среди людей. И ты, в принципе, можешь вообще ни на кого не смотреть. Кто для тебя авторитет? Вот апостол Павел, я проследил эту тему, исследовал, три раза говорит, подражайте мне. Подражайте мне. Апостол Павел умел дерзновение сказать, подражайте мне. Вот я так понимаю, что и сравнение не идет. Но смог ли ты сказать, подражайте мне? Ты, который постарше, мог бы сказать тем, которые помладше, подражайте мне? Ну, бы сказал в чем-то да, но во многом не надо. Твоя жизнь будет намного благословеннее. Апостол Павел говорит, подражайте, братья, мне, но не только мне. И смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. По образу, какой имеете в нас. Очень важно смотреть, на кого ты смотришь в церкви. За кем ты хочешь следовать. Вот именно в том возрасте, когда ты сейчас сам чувствуешь, что ты еще и Библию толком не понимаешь, и молитвы у тебя еще вроде как бы и нету, да и служений ты особо не участвуешь. Я хочу тебе сказать, есть четвертый пункт в сегодняшней моей проповеди. Смотри на тех, которые это уже делают. На кого ты смотришь? В церкви есть всегда те люди, которые горят по Господу. Бывает так, что эти люди меняются. Немножко горело, чуть остыл, другой загорелся. Но в церкви всегда есть люди, на которых ты можешь посмотреть и увидеть в них жизнь Божью. Знаешь, где ты этих людей можешь увидеть? Ответьте себе на этот вопрос. А где же на них смотреть-то? Ну, сегодня, наверное, онлайн можно, да, такое есть. В церкви появилось понятие онлайн. Может быть, и это, но не сильно верю в силу этого. Мало ли, что там показывают на видео. Приди в церковь, ты увидишь этих людей, которые искренне любят Господа. ты удивишься, но ты найдешь их здесь. Будут ли это совершенные люди, на которых ты никогда не приткнешься? Да нет, конечно. Но среди них ты точно увидишь тех людей, на которых захочешь быть похожим. Ты захочешь молиться, как он, искренне. Я вам уже говорил, в своей жизни я это пережил, когда я увидел человека, молящегося с Богом, и я был в шоке, потому что я поверил, что он только что говорил с ним. Я до сих пор в этом шоке. Только мне сегодня легче в это поверить, потому что Бог дает эту благодать, вы знаете. Побудь с таким человеком рядом, ты поймешь, ты зажжешься от него, как дровина, которая горит, и подложи ей вторую. Прообразов полно. Но если ты будешь приближаться к тем, которые также думают, ай, сегодня собрание, пойдем лучше, в Линнон-Мяке, я не знаю, куда там ходите, даже не представляю, то там ты и будешь. Ну, мы же понимаем, взрослые люди. Приближайся к тому человеку, с которым сядешь ты за стол, пить чай, и он тебя все равно введет в Слово Божие. Ты никуда не денешься, друзья. Я знаю, о чем я сейчас говорю. Ты ему будешь говорить про футбол, а он тебе про Библию. Ты ему про заботы какие-то, а он тебе про героев Библии. Я переживал такое, я знаю, от такого человека не сможешь не загореться. Две реакции. Или тебя это будет раздражать, и ты побыстрее допьешь и выйдешь. Или ты скажешь, а чем ты живешь? Кто ты такой вообще? Ты уже точно такой же человек, как и я. Почему у тебя это сплошь и рядом? Ты и здесь, и там. А после этого он тебе еще скажет, слышишь, а пойдем помолимся, если в молитвенной цепочке нужда пришла. Кстати, вы в молитвенной цепочке? Кто-нибудь из вас? Проверь свою жизнь. Тебя вообще интересует нужный народ? Я только что это сказал нарочно. Проверьте. Вас вообще интересует нужный народ? Тогда, когда уже поговорили обо всем, я сегодня о целях говорю. Какие цели в нас? Мы растем вообще или нет? Для меня церковь стала более дорогой или нет? Вот те люди, с которыми ты служишь Господу. Друзья, апостол Павел говорит, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Вот на кого смотреть надо. Не находи в церкви тех людей, которые ты говоришь, да и он весь остывший. На кого смотреть-то? Смотри на тех, которые горят по Богу. Жажда появится. Пить захочется. Духовной, живой воды. Почему? Апостол Павел не скрывает, потому что, если ты так делать не будешь по всем вышеуказанным предписаниям, он говорит, многие, и это меня пугает, 18 стих, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Многие, друзья. Я бы не хотел, чтобы ты и я были многими. Пускай нас будет мало, а не многие. Вот апостол Павел, понимаете, имея всю силу Духа Святого в своем служении, он понимал, он видел это все, поэтому он и дает эти ценные для тебя и меня советы. Куда ты смотришь? На кого ты смотришь? И как ты вообще живешь? Какие цели у тебя в жизни? Чего ты сегодня достиг к своим годам? И чего ты ждешь, что у тебя произойдет еще через год, пять, десять лет? Ну, пред Богом поставь какие-нибудь цели, чего ты достиг? Он говорит, потому что многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Все начиналось с малого. Сначала говорил, не делайте так, а потом говорит, они вообще враги креста Христова. Элементарные вещи, как там, так и в наш век. Их конец погибель, их Бог чрева, слава их сраме, они мыслят о земном. Сколько ты и я же мыслим о земном, а сколько о небесном. Сколько это в твоей жизни сегодня, друзья? Давайте проверим себя. Закончится служение, помолимся, поулыбаемся друг к другу, пойдем чай пить. Сколько останется у нас земного, а сколько небесного? Себя проверим. Если каждый себя проверит, мы удивимся, как нас небесного хватает ровно на полтора часа в день, ну или в то время, когда служение. Я увидел в своей жизни, что это прям тебе надо прилагать старания временами, не будет это легко. Вы слышали такую еще одну крылатую фразу? Когда Господь меня коснется, то я, конечно, служить Господу буду, и молиться буду. Я вообще не против. Вы не слышали никогда такого? Я слышал. И даже не знаешь, как такому человеку помочь. Он ждет, когда Господь его коснется. Я думаю, что конец таких людей, вот как здесь написано, их конец погибель. Почему? Потому что земном много мыслили. И ждали, когда Господь коснется. У тебя и меня есть ответственность не ждать, когда тебя Господь коснется, а начать исполнять Его волю. Ты об этом все знаешь. И сегодня мы об этом сказали, и ничего нового не сказали. Просто пересмотреть свою жизнь. Скоро как бы мы на отдых пойдем от служения молодежного, вроде как на отдых. А должны на самом деле к концу июля, да, лагерь намечен, молодежный. А к концу июля должны будем все горящими приехать туда в лагерь. В таком огне в Духе Святом? Или какими мы приедем туда? Ну, в смысле вы, я-то не поеду. Я за вас ратую. Что вы, когда приедете туда в лагерь, не думали только, а что за программка-то, можно выдать весь список? Чем заниматься будем? Ой, друзья, как я ревную о таких временах, когда и молодежь тоже приедет в молодежный лагерь, и с первой минуты есть желание молиться, есть желание Слово Божие проповедовать, делиться откровениями, псалмами, которые и так будут прославлять Господа. А кто-то приедет со своими псалмами и скажет, Господь дал песню, дал слова. Это реально. Вопрос состоит в том, сегодня ты и я пересмотрим свою жизнь и поставим для себя цели. В самых основных пунктах. Молитва, Слово Божье, общение, служение. Третье и четвертое. На кого ты смотришь? Пересмотри свое общение, оно тебе поможет. Апостол Павел не оставляет нас без надежды, друзья. Он говорит, а наше же жительство, вот он как противопоставляет, ведь он же все пишет в церкви, это же не о мире он пишет, в церкви пишет. Говорит, а наше же жительство, кто себе считает, что у него там жилье? Кто-то здесь вкладывает недвижимость, а кто-то там. И не один раз в церкви ты это услышишь и думаешь, какой странный человек, совершенно о будущем не думает. Но я один из них. Друзья, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное дело наше преобразит так, что он будет сообразно славу, славному телу его, силой, которой он действует, покоряет себе все. Вот как хотите, апостол Павел других слов не нашел, как рассказать о том небе, куда мы с тобой идем. Но решение о том, будешь ты в этом небе, в этом прославленном теле, зависит от тебя. И сегодня ты пришел на молодежное, я надеюсь, ты пришел, может быть, в таком состоянии, но приду. Я надеюсь, что ты уйдешь отсюда и хотя бы одно слово тебя коснется, как семечком будет посеяно в твое сердце. И ты захочешь, придя домой, сегодня вечером, у нас скоро белые ночи будут, но ты будешь рассуждать, у тебя есть для этого и место, и время, и ответственность за свою жизнь. Ты скажешь, я могу быть таким пацаном, знаете, ну, девчаток, это такие вот, а ты сегодня скажешь, нет, Бога, я хочу другой жизни. Я хочу сегодня поставить цели. Я хочу, чтобы, давай поставь хотя бы к молодежному лагерю, давайте вот так вот поставим. Я уже не говорю про следующий год, уже там мы вообще будем. Серьезно. Поставь себе цели. Сколько ты молишься пред Богом, сколько ты находишь этого времени. Второе, сколько ты читаешь Слова Божьего. Так что, когда будет викторина библейская какая-нибудь, я не знаю, это бывает у вас, или это вообще уже прошлый век. Да, слава Господу. Тут ты будешь чувствовать, может, ты не будешь руку тянуть, но будешь чувствовать, что я знаю ответ на этот вопрос. И на этот знаю. А почему? А я просто Библию начал читать. Христиане начали Библию читать. Друзья, ту энергию, которую вы сегодня имеете в молодом возрасте, направим ее туда, чтобы преобразить ее в славу Божию. Пусть Бог нам в этом во всем поможет. Все, о чем я сегодня говорил, сегодня вам, поверьте, это цели для меня. Я для себя так ставлю. Ничем не довольствуешься, чем что достиг, ничем не довольствуешься. Забывая заднее, простираешься вперед в почести Вышнего звания. Я хотел бы сегодня в вас возбудить ту ревность и ту жажду по Богу. Чтобы, когда закончится это служение и завтра будет еще одно, ты не пришел бы сюда таким вялым и непонятным, вообще, что я тут делаю. А чтобы ты четко понимал, я, может быть, сегодня еще не могу сформулировать эти цели в своей жизни, но я, по крайней мере, начну о них молиться. Сделай это. Если сегодня ты еще не знаешь, с чего начать, я хочу, чтобы ты сегодня начал молиться об этом. А Бог живой, Он может тебе на это ответить. Да поможет нам в этом во всем Господь, друзья. Я хочу с вами молиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok